Вспомним, что биополимерные молекулы белка образуются из готовых мономеров, аминокислот, находящихся в клетке. Процесс происходит с участием внутренней энергии клетки в виде молекулы АТФ. Биосинтез углеводов происходит по-другому. В клетках растений мономеры моносахариды образуются из неорганических веществ, углекислого газа и воды за счет энергии солнечного света. Фотосинтез. Процесс синтеза органических веществ из неорганических с использованием молекул воды и углекислого газа за счет энергии солнечного света. В результате образуется глюкоза, которая используется для синтеза полисахаридов и других органических соединений в клетке. Фотосинтез – сложный процесс, который происходит в клетках, пластидах, зеленых растений и цианобактерий. У высших растений хлорофилл находится в хлоропластах, основной орган фотосинтеза – лист. Хлоропласты – это внутриклеточные органоиды, относящиеся к пластидам клетки. Они окрашены в зеленый цвет благодаря хлорофиллу – магний-органическому веществу. Хлоропласты отделены от цитоплазмы двойной мембраной, а внутреннее пространство заполнено бесцветной стромой. В строме хлоропласта расположены кольцевые молекулы ДНК, молекулы РНК, рибосомы, белок. В строме происходит запасание полисахарида – крахмала в виде крахмальных зерен. Внутренняя мембрана впячивается внутрь хлоропласта и образует телокоиды. На мембранах телокоида располагаются молекулы хролофила, а также другие вспомогательные пигменты – каротиноиды. Телокоиды образуют стопки, которые называются гранами. Процесс фотосинтеза в пластидах – хлоропластах – протекает в две фазы – световую и темновую. В процессе световой фазы фотосинтеза происходит поглощение кванта красного света хлорофилом и перевод электрона в возбужденное состояние. Электрон в результате этого процесса приобретает большой запас энергии и перемещается на более высокий энергетический уровень и, перемещаясь с одной ступени на другую, теряет энергию, которая используется для синтеза АТФ. Молекула воды под воздействием света в полости телокоида подвергается фотолизу – диссоциации воды на ион водорода и гидроксид ион, которые в процессе окислительно-восстановительных реакций превращаются снова в воду, молекулу кислорода, атома водорода. Кислород, как побочный продукт фотолиза воды, удаляется из клетки или расходуется в процессах дыхания. Световая фаза происходит в телокоидах с участием света. Энергия в виде молекул АТФ используется в темновой стадии фотосинтеза на образование органических веществ. В темновой фазе фотосинтеза используются продукты, образовавшиеся в результате световых реакций. Происходит фиксация углекислого газа, который преобразуется в простые углеводы – моносахариды, глюкозу, а из них в полисахариды, крахмал. Темновая реакция происходит в строме хлоропластов без участия света. Суммарное уравнение фотосинтеза можно выразить следующим образом. Под действием солнечного света при взаимодействии шести молекул углекислого газа и шести молекул воды образуется одна молекула глюкозы и шесть молекул кислорода. Скорость фотосинтеза зависит от внешних факторов, таких как свет, температура и концентрация углекислого газа. При наилучших параметрах фотосинтез усиливается. Всего 1,5% энергии солнца, получаемой зелеными растениями, запасаются в виде органических молекул. Фотосинтезирующие организмы дают пищу гетеротрофам и кислород, необходимый для дыхания всем живым существам. Примерно 21% кислорода в атмосфере Земли – это результат фотосинтеза. Фотосинтез – процесс создания зелеными клетками растения органических веществ из неорганических на суше и в воде. Каждый год растения фиксируют примерно 1,7 миллиарда тонн углерода, образуя 150 миллиардов тонн органического вещества и выделяют 200 миллиардов тонн кислорода. Также фотосинтез – единственный процесс на Земле, в ходе которого энергия солнечного света превращается в энергию химических связей органических соединений. Солнечный свет накапливается растениями в виде белков, углеводов и жиров, обеспечивая питанием все живые организмы. Слова Климента Аркадьевича Тимирязева, естествоиспытателя, специалиста по физиологии растений о роли зеленых растений, звучат так. Когда-то где-то на Землю упал луч Солнца, но он упал не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или лучше сказать, на хлорофиловое зерно. Ударяясь о него, он потух, перестал быть светом, но не исчез. Он только затратился на внутреннюю работу. Он рассек, разорвал связь между частицами углерода и кислорода, соединенными в углекислоте. Освобожденный углерод, соединяясь с водой, образовал крахмал. Этот крахмал, превратясь в растворимый сахар, после долгих странствований по растению, отложился, наконец, в зерне, в виде крахмала же, или в виде клейковины. В той или другой форме он вошел в состав хлеба, который послужил нам пищей. Он преобразился в наши мускулы, в наши нервы. И вот теперь атомы углерода стремятся в наших организмах вновь соединиться с кислородом, который кровь разносит во все концы нашего тела. При этом луч солнца, таившийся в них в виде химического напряжения, вновь принимает форму явной силы. Этот луч солнца согревает нас. Он приводит нас в движение. Быть может, в эту минуту он играет в нашем мозгу. На этом уроке вы изучили фотосинтез, фазы фотосинтеза и его космическую роль для населяющих нашу планету организмов.